В этом выпуске программы «Середина земли» мы расскажем о соревнованиях среди добровольных пожарных дружин Чернышевского района Забайкальского края. Улан-Удэ глазами туриста, как видят республику гости нашей столицы, узнаете уже через несколько минут. Эфир телеканала «Аист» продолжает международный информационный выпуск «Середина земли». С новостями Забайкальского края вас познакомят корреспонденты из Читы в студии Татьяна Салихова. Здравствуйте. В Чернышевске состоялись вторые соревнования среди добровольных пожарных дружин района. Об особенностях подготовки добровольцев в репортаже Антона Матушевского. Соревнования в районе проводятся уже во второй раз. Участие в них принимают семь команд. Из Чернышевска, Новоильинска, Бушулея, Урюма, Комсомольского, Старого и Нового Алова. Как говорят сами участники, может возгораний в этом году и чуть меньше, но работа для добровольных пожарных все равно найдется. В первую очередь это касается техногенных пожаров. «Уезжают на природу, зажигают, тем более мусорят, это все от этих, даже мусор какой-то находится, от него возгорание. Костры не тушат. Вот такие вопросы». «Я пожарник, в общем-то, давно, я до этого работал в районной пожарной команде. Сейчас попросили здесь, помогаю, чем могу, советами. В основном получается весна и осень, когда сухая трава, возгорание, поэтому очень приходится часто, просят, помогаем, ездим по возможности, участвуем». Несколько лет назад военное ведомство стало списывать устаревшую технику, в том числе и грузовики АР-14. Они и стали пилотным оснащением для добровольцев. Им достались цистерны с мощными мотопомпами, а также необходимым набором средств для тушения и спецсигналами. Готовность оборудования, наличие всего необходимого инвентаря – это первая конкурсная проверка. Затем следующий этап – скоростное надевание боевого комплекта одежды. Если профессиональные пожарные должны укладываться в норматив в 20 секунд, то добровольцам отводится в два раза больше времени. Но и тут без упорных тренировок не обойтись. «Пожары, пожары. Из-за этого тренировки у нас происходят. Ну и слаженно работаем, то что. Немного тренируемся, то что второй раз мы участвуем в таких соревнованиях. Но уже опыт набираем». Завершающий этап – основной. Необходимо за максимально короткое время добраться до источника водоснабжения и приступить к тушению условного пожара. Машина приходит с пустой цистерной, поэтому воду необходимо забирать прямо из реки. Подобный сценарий диктуют реальные условия, рассказывают пожарные. Нередко после того, как справишься с одним возгоранием, приходится ехать на следующую точку. «Добровольных огнеборцев более 6 тысяч. Прикрывают они более 350 населенных пунктов. И мы хорошо должны понимать, что силами Государственной противопожарной службы, это и федеральной, и краевой, мы не можем реагировать оперативно на возгорание в населенных пунктах, которые находятся зачастую за десятки километров от места дислокации пожарных частей. Поэтому это первый эшелон, который до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы приступает к локализации пожара. Ну и бывает такое, что приезжает подразделение ГПС, пожар ликвидирован». По результатам первое место осталось за дружиной из Чернышевска. Для них небольшой презент в виде облегченной спецформы. Для других команд также поздравительные грамоты и небольшие подарки. Но самое главное, что дают такие соревнования, это опыт. Все ошибки будут учтены в последующем. Кроме того, существует идея проводить подобные игры в будущем во всех районах края. Антон Матушевский, Сергей Рычков. Середина земли. Забайкальский край. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Бурятии. Они уже с нами на связи. Здравствуйте. Расскажите, что интересного произошло у вас. Коллега, здравствуйте. О том, что происходит в Бурятии, расскажу я, Дарья Белоусова и наши корреспонденты. В Улан-Удэ прошла акция под названием «Женственность». Девушки в красивых платьях и с цветами в руках вышли на главную площадь города, чтобы, цитируя слова участниц, украсить этот мир и сделать его чуточку лучше. По дороге они дарили прохожим цветы и обнимали. Так организаторы стремятся привить современным девушкам мягкость и напомнить о том, что женщина должна быть легкой и нежной. И к другим новостям нашей столицы. В летний сезон наш регион посещает наибольшее количество туристов. Каким они видят Улан-Удэ, что впечатляет приезжих и какие достопримечательности нравятся гостям. Наша съемочная группа вместе с экскурсоводом отправилась по городу. Интересные факты о столице Бурятии. Забавный случай с иностранцами. Далее в нашем репортаже без комментариев. Для нас туризм это что? Это поехать во Вьетнам и кверху кузом лежать на пляже. Но в лучшем случае там 3-4 экскурсии за 12 дней. Для западной культуры сейчас познавательный туризм он все-таки возобладает. Конечно, мы начинаем с площадь Заветов, потому что визитная карточка нашего города. Это, как вы понимаете, памятник Владимиру Владимировичу Ленину. Сколько вес у головы Ленина? Много. Камон! Два трамвая! 18 плюс 18, 36. Два трамвая. Нет, ну, трамваи, видимо, бывают разные. В общем, 42 тонны вес. Вес 42 тонны сделан на Матичинском камнерезном заводе. Одна из хохом, которую рассказываю я всегда, что вообще, по идее, по логике, решили сделать целую чушь. Зачем одна голова? Решили сделать целую статую. Ее, значит, отлили на Матичинском камнерезном заводе и вертолетами взяли на Дальний Восток. Но по пути ей голова оторвалась, упала в Сибирь, вокруг нее вырос город. У меня были дамы из Бразилии. Мы с вами стоим на месте основания Удинского зимовья. Есть свидетельство того, что был прорыт ход, спускавшийся к реке Уда. А мы с вами стоим как раз-таки на реке Уда. И по одной из городских баек там якобы казаки зарыли свой серебряный клад. Вот были у нас здесь с металлодетектором, я знаю, люди ходили. Но ход нашли вот этот вот, он почти туда спускается вниз. А сам клад пока мест у нас в версии городских легенд. В 2004 году у нас появилось такое вот здесь место, называется Ринпо-Чабакша-центр. Для него времени здесь у нас была самая высокая статуя Будды в России. Потом Калмыки построили статую стоящего Будды. А у нас тут сидящий. Ну вот теперь у них самая высокая статуя стоящего Будды, а у нас самая высокая статуя сидящего Будды в России. У нас в Буряске все перевалы Дабан, вот он Хамар-Дабан. Все реки Аршаны, все боги Бурханы, а все мужики Чингисханы. Лучшие гиревики соберутся на Байкале. Впервые у нас разыграют Кубок мира по гиревому спорту. В соревнованиях объединят и лучших спортсменов из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В село Новый Инхалук, где 5 августа состязанием дадут старт, приедут даже гиревики из США и Чили. Бурятию в составе сборной страны представят 4 спортсмена. По словам заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова, эти соревнования имеют огромное значение для республики. Мы хотим, чтобы республика Бурятия осталась не только центром развития гиревого спорта именно на востоке нашей страны, но и центром развития гиревого спорта в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Учитывая, что мы очень выгодное географическое положение занимаем, что у нас есть такой бренд Байкала. Сразу за мировыми стартами в Инхалуке уже в третий раз пройдет всероссийский турнир по гиревому спорту на призы Сергея Леонова. На него съедутся около 250 спортсменов из 16 регионов страны. Палящее солнце губительно для урожая. В Минсельхозе Бурятии подтверждают, что ситуация действительно серьезная. Во многих районах республики сохраняется режим ЧС. Очевидно, что кормов не будет, и закупать их придется в других регионах – Иркутской и Амурской областях, Алтайском и Красноярском крае, сообщил сегодня заместитель министра сельского хозяйства Бурятии Петр Брыков. Планировалось заготовить около 650 тысяч тонн сена. Создан штаб по заготовке кормов. Дано поручение в каждом районе, где произошла чрезвычайная ситуация по засухе, создать на уровне района штабы и принять все меры по заготовке кормов. Тем не менее, надежды на то, что ситуация улучшится, в министерстве не теряют. Возможно, из-за недавних дождей трава вырастет, и уцелевшие от жары кормовые культуры все же дадут урожай. В любом случае, фермерам, пострадавшим от засухи, больше всего ущерб обещают возместить. В Китае прошли испытания так называемого портального или надземного автобуса, конструкция которого позволяет проезжать под ним другому автотранспорту. Он сконструирован таким образом, что передвигается на двух опорах по краям, для которых на дороге установлены специальные рельсы. Ширина автобуса позволяет проехать по одним-двум полосам автотранспорта, тем самым он не создает пробок на дороге. Автобус может вместить до 300 пассажиров. Далее передаем слово коллегам из Пекина. Здравствуйте, о чем расскажете в этом выпуске. Здравствуйте, конечно, на самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем в студии Санжунань. Циндао прошла выставка «Китай-2016. Инновации и стартапы». Участие в ней приняли более 300 компаний из разных уголков страны. Основные направления – роботы, 3D-печать и виртуальная реальность. Самыми передовыми технологиями познакомились 60 тысяч посетителей, среди которых и наши корреспонденты. В авангарде инноваций компании из города Циндао. Одноименная крупнейшая местная пивоваренная компания Китая презентовала на выставке свою новую продукцию и озвучила перспективные направления деятельности. У нас постоянно ускоряется процесс запуска новых продуктов. В настоящее время наше пиво поставляется в 90 стран и регионах. Это не только демонстрирует огромный потенциал компании и ее способность к инновациям, но и свидетельствует о том, что наши исследования и разработки признаны потребителями во всему миру. Малое и среднее предприятия также не оставили посетителей выставки без сюрпризов. Компания 3D Focus, наращивая инновационный потенциал, разработала 3D-ручку. С ее помощью каждый человек может превратить свою идею в реальный предмет. Мы хотели разработать 3D-ручку, чтобы она была максимально удобной и легкой в использовании. С ее помощью люди могут нарисовать и сразу же получить свое произведение на руки. И мы видим, что все удалось, потому что наши ручки пользуются большой популярностью. Инновационные технологии позволили корпорации Циндао Хуатун производить резиновые гусеницы, используя при этом энергию, полученную с помощью биомассы. Обувная компания FUDE представила новую технологию производства ботинок. Ее секрет заключается в точном определении индивидуальных особенностей ноги путем трехмерного сканирования. Завод-изготовитель намерен снять как можно больше мерок с ног потребителя и шить по индивидуальным заказам. Мы занимаемся гибким и специализированным производством путем сбора данных наших настоящих и балансиальных клиентов. В этом и состоит наша стратегия развития. Площадь выставки превысила 13 тысяч квадратных метров. В ее рамках свои инновационные продукты продемонстрировали около 300 предприятий. В будущем городские власти намерены разработать дорожную карту инновационного роста, которая поможет к 2020 году существенно увеличить количество подобных компаний. День рождения пантройняшек отметили в городе Гуанчжоу на юге Китая. Мэмэн, Шуайшуа и Куку родились в сафари-парке Чанлун два года назад. На сегодняшний день это единственная в мире полностью выжившая тройня бамбуковых медведей. Мэмэн, Шуайшуа и Куку встретили второй день рождения там же, где появились на свет. За два года, проведенных в сафари-парке Чанлун, эта единственная в мире тройня пан заметно подросла. Молодые медведи отказались от молока и перешли на растительную пищу. Торт из побегов бамбука и сочной моркови подготовили тройняшкам в их общий праздник сотрудники парка. «Мы уделяем особое внимание их питанию, чтобы они продолжали набирать вес. Сейчас каждый из них в день прибавляет по 100 граммов». В пересчете на человеческий возраст эти бамбуковые медведи – семилетние малыши. Популярность в Китае при этом совсем не детская. Немало гостей сафари-парка в Гуанчжол приезжают сюда специально, чтобы увидеть знаменитую тройню. «Желаю им счастья. Хочется забрать всех троих домой и накормить вкуснейшими яблоками, апельсинами и панпуком». «Надеюсь, когда они вырастут, у каждого появится потомство, и во многих запарках мира можно будет увидеть банд». В Китае расположен самый большой в мире научно-исследовательский центр «Пант». Заметны успехи страны в искусственном разведении медведя. В результате деятельности китайских специалистов популяция этих животных в неволе достигла 420 особей. Еще около 1800 живут в естественных условиях. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова